Все, что есть у нас, братья и сестры, это жертва Иисуса Христа. Это все, что у нас есть. Вообще за пределами этого креста, без этого креста, без этой крови, без этих ран, без этих пронзенных ладоней у нас ничего нет. Ничего нет. У нас через крест Голговский есть надежда на вечную жизнь. Можете сказать аминь на это. У нас есть надежда на вечное пребывание с Богом. И не просто надежда. У нас есть вера. Вера отличается от надежды. Надежда – это когда нет обетования. Ты просто рассчитываешь, ты просто надеешься. Когда мы читаем, что Давид укрепился надеждой на Господа, пришел в Секелак, город сожжен, он не знал, удастся возвратить своих дорогих, любимых детей, там, жен, не удастся, но у него была надежда. Откуда у нас берется надежда? От опытности. Надежда от опытности. То есть опыт житейский в человеке накапливается. И опыт говорит, что Бог не бросает своих. Опыт жизненный говорит, не может быть, чтобы Бог прошел мимо меня в этой тяжелой ситуации. Так никогда не было. Так ни у кого не было. Не может быть, что в этот раз. Просто Бог меня оставит одного. Потому что чем Давид укрепился? Надеждой. А потом он взял эфот. А потом он молился. А потом пришло слово от Бога. Иди, преследуй, догонишь. И тогда появляется вера. Потому что вера, она от обетования. Когда есть слово, ты опираешься на слово, и у тебя появляется вера. Потому что вера от слышания. Слышание от слова. Человек опирается на обетования и достигает поставленных целей, результатов, к чему его зовет Бог. Меня вообще восторгает. Всегда восторгало. Все настолько у Бога разумно. Действительно вот разум верный у всех соблюдающих заповеди Его. Это действительно настолько мощные обетования в Слове Божьем содержатся. И я думаю, что есть, на мой взгляд, три основных причины, за что стоит непрестанно, постоянно, всегда благодарить Бога. Разумеется, их намного больше причин в жизни. И маленьких, и больших. Но я думаю, что я отыскал в себе три основных причины. Это Голговский крест. Все, что связано с жертвой Иисуса Христа. Это Дух Святой, который послан. Христос сказал, если я не уйду, Дух Святой не придет. И потому лучше для вас, чтобы я ушел. Я воспринимаю эти истины очень буквально. И я действительно верю, что Дух Святой пришел. И Он пребывает сегодня с верующими людьми. Просто я говорил уже студентам в классе, очень важная мысль, разрешите мне ее повторить, что Бог тот Дух отдает не мерою, но мы принимаем Его в меру. В меру нашей жажды, в меру нашего дерзновения. Мы в меру пророчествуем, мы в меру дерзаем в вере. Мы в меру все делаем, потому что мы ограничим Бога. А Бог Духа дает не мерою. Потому Господь, Он открыт полностью развивать нашу жизнь, благословлять нашу жизнь. Но мы люди, мы сомневаемся, мы колеблемся, мы боимся. Вот и зря. Потому что если и стоит кому-то доверять, то Богу. Второе, вот что у нас есть, это Дух Святой, посланный на землю. И третье, мне так думается, это Слово Божье, которое нам оставлено, которое у нас есть, и которое нас очень серьезно направляет. Это как инструкция. Инструкция, как правильно и как разумно устроять свою жизнь. Это также опыт, опыт духовных людей. Потому что писали эту книгу «Святые Божьи мужи, будучи движим и Духом Святым». Это не просто книга, это не просто информация, это опыт. Это жизненный опыт. Потому каждое откровение, которое посылает Господь, которое откликается как-то в твоем сердце, оно обязательно пересекается с духовным опытом других людей в Библии. И вдруг, именно вдруг, внезапно, ты начинаешь понимать, что это же переживал, и об этом же писал Давид. Оно всегда содержалось в этой книге, просто его не видел. Просто его невозможно увидеть. Надо подняться на 50-й этаж или на 80-й этаж, и тогда ты видишь тот же горизонт, но только с другой перспективы. Ты вдруг понимаешь, что и другие праведники Ветхого Завета понимали это. Они видели это, они переживали это, им это открыто было. Вот, потому Писание разрешить самому собою невозможно. Это духовный язык, это духовный опыт. Без Духа Святого преломить, открыть эти Писания невозможно. Если же они не открываются, эти Писания, не открывается это, потому что только Духом открывается. Духом открывается. Дух проницает глубины Божьи. Дух знает все, что у Бога. Никто не знает того, что у Бога, кроме Духа Божьего. Никто не знает. Потому Дух открывает. Бог открыл нам это Духом Своим, потому что Дух все проницает. Если это не открывается, то у нас нет шансов на преображение, у нас нет шансов на преобразование жизни. Процесс начинается изнутри, процесс начинается из Духа, процесс начинается из откровения. Потом он влияет на нашу душу, на наши эмоции, на наше мировоззрение. Мы по-другому видим ситуацию, мы по-другому себя ведем, мы по-другому реагируем на вещи, по-другому отвечаем людям, мы становимся другими, разум обновляется, обновление разума происходит. Разум – это очень важная составная нашей жизни. И потому вот эти наши шансы на преобразование и нашей души, нашей сущности, нашей личности, а после нашего окружения, о чем говорил сегодня замечательно брат из Донецка, нашего окружения, наших детей, наших близких, то есть потому что мы распространяем тогда, мы распространяем познание о Христе, мы распространяем благоухание о Христе, мы распространяем познание о Христе. Почему мы познание распространяем? Потому что знания берут начало из познания, из опыта, из переживания Бога. Откровение приходит не в разум. Разум – это очень маленькая емкость, это очень маленький стаканчик, Это такая кружечка маленькая, она не вместит категории откровения. Откровение приходит в Дух всегда. И ты в Духе начинаешь понимать, в Духе открывается. А потом только ты разумом можешь чуть-чуть, немножечко это объяснить. Потому настоящее знание, которое мы называем духовными знаниями, они берут начало из познания, из опыта. А познание это когда Дух Святой открывает. Это помазание, которое в вас есть, оно истинно и не ложно. И потому все, чему оно вас научило, в том пребывайте. И более того, представляете, сколько в нас должно быть доверия работе Духа Святого, когда апостол Иоанн говорит, вы даже не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Потому что как само сие помазание учит вас, вы не имеете нужды. Да, мы учимся, да, мы обретаем знания, да, мы расширяем наш кругозор, наше мировоззрение. Это все ценно, это очень важно, и это захватывает нас. Но самые ценные знания мы обретаем из познания. То есть в минуты, проведенные с Господом, в минуты Божьих посещений, когда Дух Святой озаряет нас изнутри, и мы вдруг начинаем понимать какие-то вещи. Ну а сейчас я хотел бы просто приступить к нашей беседе. И как я уже сказал в самом начале, что есть три, по крайней мере, больших причины, по которой стоит благодарить Господа, и то, что мы знаем истину в каком-то смысле, она нам открыта, каждому. И сегодня мне бы хотелось поговорить о заповедях Господних. Да, о заповедях. Да, о том, что заповедал Господь. Как много этих заповедей, какой должна быть наша реакция, как мы должны относиться к заповедям вообще. Что такое заповедь? Каково определение слова заповедь? Это просто пожелание. Это совет, это рекомендации. То есть Господь как бы рекомендует нам что-то сделать. Если смотреть элементарно в словаре, и посмотреть достоверно, светское определение слова заповедь, то это непреложное предписание, то есть неотменное предписание, это обязательное правило поведения. Я бы сказал, что заповедь это истина. Очень важно правильно относиться к заповеди, если это всего лишь еще одна точка зрения, потому что мир сегодня имеет очень много точек зрения. Сегодня вообще общество стало настолько либеральным, настолько гуманным, что понятие абсолютной истины практически исчезло. Истины нет, есть только версии. У тебя такая версия, у меня другая версия. А ты какой перевод Библии читаешь? А я этот читаю. Как часто подвергается синодальный русский перевод критике и так далее и тому подобное. Есть масса примеров. Я не хочу отвлекать ваше внимание от главного предмета сегодняшней беседы, но я хотел бы сказать, что люди очень ухищряются в том плане, чтобы не воспринимать заповедь буквально. Я хорошо помню, как однажды на Сусанинской площади в Костроме, я еще был тогда достаточно молодым человеком, я проповедовал, это прямо центр города Костромы, было много людей, не помню, как 96-й год, наверное, был. И я помню, что я стоял на сцене, и я говорил о заповедях Господних. Я говорил, что заповеди, они содержат в себе обетование, что есть заповеди с обетованием, что есть как бы заповедь и есть следствие соблюдения этой заповеди. Есть грех и есть последствие греха. Есть заповедь и есть обетование. И первая заповедь с обетованием, это почитай отца и мать. Это не просто заповедь, требование, непреложное предписание со стороны Бога, Это еще и обетование, потому что если ты чтишь Бога, соблюдая эту заповедь, почитаешь родителей своих, ты будешь как результат, как следствие соблюдения этой заповеди долголетен и будет тебе благо. Я помню, что я говорил об этом, и из толпы закричала одна женщина, это вы так понимаете Библию, а мы, то есть православные, не так понимаем Библию. И я вместо того, что там подошли к ней ребята, ашерская команда пытались ее как бы усмирить, я наоборот сказал, стой, 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 позовитесь, идите сюда, идите сюда, женщина, пройдите сюда к сцене. Она подходит к сцене, я беру микрофон, наклоняюсь просто к ней, чтобы достать ее микрофон, и я говорю, а как вы понимаете Библию? Она, не знаю как, но не так, как вы. Я говорю, нет, ну я не насмехаюсь над вами, а как вы понимаете Библию? Ну, например, говорю, давайте возьмем заповеди, хотя бы, элементарно, базу, базе, соснову, 10 заповедей. Ну, говорю, например, заповеди не прелюбодействуют, как вы понимаете? Она опять, я не знаю как, но не так, как вы. Я говорю, а что, а она говорит, а вы как понимаете? Я говорю, а что здесь понимать? Не прелюбодействуй, это не прелюбодействуй, здесь нечего понимать, и ничего придумывать не надо, как вы, как мы, как они, как те, как другие, третьи. Не прелюбодействуй, это не прелюбодействуй. Не убивай это, не убивай, и не кради это, не кради. Аминь. То есть здесь все просто. Зачем здесь кривить душой, зачем здесь иметь три высших образования, чтобы объяснить, что такое не кради. И потому я хочу сказать, что наша хитрость и наше лукавство, оно нас же и предаст. Мы же и запутаемся, когда мы подходим к Богу с лукавством, потому что Бог с лукавым поступает по лукавству Его. Кстати, это Бог поступает. Не надо друг с другом так поступать. Некоторые мне говорят, ох, он с тобой подло поступил. А ты как в Библии, поступи с ним тоже. Я говорю, подождите, это написано, что Бог так поступает. Я не должен так поступать. То Бог действительно смотрит на сердце человеческое и смотрит, сколько в этом сердце, в твоем и моем сердце, ну, знаешь, как бы любви. Любви к Богу как автору, как законодателю. Вот как законодателю. Потому что если ты судишь закон, критикуешь закон, как бы умоляешь закон, то ты уже не исполнитель закона, ты уже судья. Есть один только законодатель. Есть один только судья, могущий спасти и погубить. Потому отношение к заповедям, мое отношение к Божьим заповедям, это мое отношение к Богу. Потому что Христос сказал, если вы любите меня, соблюдите заповеди мои. Это напрямую связано с глубоким внутренним почитанием хозяина моей души, моего господина, моего царя, моего спасителя, если хотите, личного спасителя. Потому заповедь, это заповеданное Господом. Заповеданное Господом. Есть заповеди в священных писаниях, которые действительно оставлены для нашего блага. Это есть истина. Истина, то есть абсолют. Это берег, от которого мы должны отталкиваться в любых наших рассуждениях. Мне искренне жаль людей, которые много читают философской литературы и пытаются самого человека сделать определяющим фактором, как поступать и как не поступать в отдельных ситуациях. То есть человека поставили на пьедестал вместо Бога и отдали право человеку судить, что есть добро и что есть зло. Допустим, даже наш президент теперь ищений Барак Обама на молитвенном последнем завтраке заявил такие вещи. Я не был, хотя был приглашен. Заявил такие вещи, что якобы, Господи, помоги нам искать истину за пределами наших убеждений. Понятно, что человек имеет в виду, он ищет истину за пределами не просто своих убеждений. Если бы он искал истину за пределами своих убеждений, наверное, во благо бы было. Но он имеет в виду нас всех, он имеет в виду корни американские, он имеет в виду отцов этой могучей страны, которые основывались на священных писаниях. Он в молитве нам проповедует, христианам, ищите истину не в истине, а ищите ее за пределами своих убеждений. То есть вы узкие люди, и, наверное, истина находится за пределами того, в чем вы убеждены. И получается, что человек делает себя критерием вообще, что есть истина и что не есть истина. Человек замахивается на такие вещи, и за это же сам человек и наказан в своем собственном заблуждении, как и написал апостол Павел, за то, что они не возлюбили истины, за это пошлет им Бог, что действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все возлюбившие неправду. Это серьезные вещи. С этими вещами шутить очень опасно. Самый опасный человек, который верит в ложь, потому что он ложь воспринимает за истину, это называется обольщением, обольщенный человек. Ты уже его не остановишь. Это уже умопомешательство. Как когда-то у Эдварда Родзинского, мне понравилось, спросили в интервью, спросил Познер, когда делал с ним передачу, он спросил мне, что на ваш взгляд самое страшное в жизни. И Эдвард Родзинский сказал, на мой взгляд, самое страшное – это помрачение разума. Я тоже думаю, что с ним соглашусь. Самое страшное – это помрачение разума. И Бог посылает отдельным людям действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все возлюбившие неправду, не веровавшие истине. Что же такое истина? Это заповеди Господни. Истина. 18-й Псалом очень интересно говорит на этот счет. 18-8. Закон Господа совершен. К нему не надо ничего добавлять, не надо ничего придумывать. Закон Господа совершен, укрепляет душу. То есть ты чувствуешь себя безопасно. Знаешь, что такое безопасность? Посмотри на своего ребенка. Вот он чувствует эмоционально себя, защищенным. Он в безопасности. Почему детство беззаботное? Потому что кто-то отвечает за безопасность этого ребенка. Во всех смыслах. И здоровье, и питание, и сон, и угроза какой-то физической неприятности, повреждения. Во всех смыслах. Ребенок безопасен. Мы однажды были в аэропорту, наблюдал просто как дети бегают, да? Они совершенно не думают, куда он побежал, этот ребенок? Убежал. Он совершенно себя не контролирует. Но мама вся, она на чеку, она держит в поле зрения этого ребенка. Она постоянно, бабушка, они сразу срываются, бегают. И ты смотришь, вот ребенок, который безопасен. Вот о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что это укрепляет душу. Когда человек полагается на закон Божий, он просто доверяет Богу. Он просто не нервничает. Он не мелочится. Он не напрягается. Это достижение. Это вера. Это действительно упование на закон Божий. Теперь смотри дальше. Откровение Господа верно умудряет простых. Мы нуждаемся в мудрости. Первая заповедь мудрости состоит в том, что у кого недостает мудрости, допросит у Бога. Вот это смирение, признание того, что недостает мудрости в обычных бытовых житейских ситуациях и есть мудрость. Это уже мудрость. Иметь достаточно смирения, встать на колени и сказать, Господи, нуждаюсь в мудрости. Помоги мне. Не важно, тебе 16 или 60 лет. Мудрость состоит в том, что есть мудрость мира сего. И мир своей мудростью Бога не познал. Духовная высшая мудрость, гармония, устройство жизни по замыслу Бога, по чертежу Бога. Эта мудрость и состоит в том, что я нуждаюсь в мудрости. И Бог дает всем просто, без упреков. Не упрекает тебя, что у тебя недостаточно мудрости. Просто благословляет тебя. Потому смотри, откровение Господа верно. Это верная информация. Ты можешь на это рассчитывать. Когда ты молишься, и Бог тебе открывает какие-то вещи, как поступить, это умудряет простых людей. Просто время очень быстро бежит. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Мы сегодня говорим о заповедях. Мы говорим об истине. Просвещает очи. У тебя обязательно должен быть свой берег, от которого ты плывешь, от которого ты отталкиваешься. У тебя обязательно должен быть свой авторитетный источник. Ты должен на что-то опираться. Опираться. Обязательно. Иначе мир и вообще вот этот дух гуманизма, он забирает наш берег. Мы плывем, как в тумане. Мы не знаем, в каком направлении плыть. Берег ушел из поля зрения. Все. У тебя не на что опереться. Знаешь, такое морская болезнь? Качка. Когда люди просто, они не выдерживают этого. Это когда берег ушел из поля зрения. Точка опоры ушла. И человек вообще не знает, на что опираться. Человека начинает мутить. Человеку плохо. Нет точки опоры. Потому очень разумно, очень важно, я летел, сейчас не могу вспомнить, с Германии в Лондон. Летел в прошлом году. Мы там делали конференцию. Летел в Лондон, и возле меня сидел профессор. Мы с ним познакомились. Два часа или два с половиной часа мы летели в самолете. И заговорили, кто я, кто он. Он преподает в каком-то университете. Видно. Человек, может быть, лет 50-55. И мы начали говорить. Естественно, человек заговорил. Понимаете, вы узко мыслите. Только вы, христиане, пытаетесь объяснить Библию. Самой Библией. Никто другой в мире так не делает, чтобы доказать достоверность этого источника. Нужны другие источники. Ну и так далее. Я его в основном слушал. Процентов 80 слушал. Иногда комментировал. Он человек старше. Он был в духе. Говорил. И, вы знаете, я его слушал. Потом уже самолет начал снижаться. Я думаю, ну теперь мне время сказать. И, вы знаете, я ему говорю. Знаете, я христианин. Я вам уже об этом сказал. Вы мне сказали свое отношение к христианству. Ну, можно я вам что-то скажу? Вы теоретик. А я практик. Когда дело придет к конкретным ситуациям житейским, попросить прощения, смириться, сохранять верность своей жене, быть честным в маленьких даже ситуациях, жизненных, вы справитесь с этим? Учтите, я никоим образом не хочу сказать, что я лучше вас. Абсолютно нет. Я как человек очень даже может быть хуже вас. Но есть что-то, когда я молюсь Богу и когда Дух Божий меня посещает и когда Он меня сокрушает и когда Он пронизывает меня светом своим, разумом мой, душу мою, когда я плачу, скорблю о своих грехах, когда я набираюсь мужества, иду и прошу прощения, вы это можете сделать? А я благодатью Божьей могу. Потом вы теоретик, а я практик. А жизнь – это практика, а не теория. Он послушал меня, говорит, probably you are right. Наверное, ты прав. Что я хочу сказать? Что мы имеем дело с жизнью. Мы имеем дело с жизнью, и Бог это понимает больше всех нас вместе взятых. Вера христианская – это не просто теория в отрыве от практики, житейской. Нет, наоборот. Господь был искушаем во всем. Он знает, как искушаем им помочь. Он знает, как практически помочь. Он знает, как просветить очи сердца. Он знает, какой совет дать. Вразумляет наш советом, потом примет нашу славу свою. Итак, мы говорим, что заповедь Господня, что мы здесь прочитали? Она просвещает очи, да? Да. Заповедь Господня светла просвещает очи. Практикуешь ли ты это? Потому что мы часто оказываемся на развилке, на раздорожье. Да так поступить, так логичнее, так разумнее, так все советуют, так все поступают, так сегодня принято. А есть заповедь? А есть просто заповедь. Если заповедь не позволяет так поступить, не поступай так. Если заповедь советует так поступить, поступи так. Это почтение, это уважение Господа, заповедь Господа. И Бог за это благословляет человека. Мы читаем в 90-м псалме, что щит и ограждение истина его. Подумайте об этом. Истина, она нас ограждает. Да, мы живем на земле в мире физическом, и нам необходимо ограждение физического характера. Очень много. Кстати, 90-й псалом, он говорит как раз об этом. Послушайте. Там стрела, летящая днем, язва, зараза, ходящая в полдень. Падут возле тебя десятки тысяч, к тебе не приблизиться. Речь идет о жизни, о войнах, голод, мор, язвы. И потом, среди всего этого, напряжение, всей этой угрозы, даже физического уничтожения, вдруг щит и ограждение истина его. Но истина – это категория духовная. А весь мир с его опасностями – это физический мир. Как истина может ограждать меня в мире физическом? Это очень хороший вопрос, и, разумеется, на это есть очень реальный ответ. Можно я нарисую такой, как бы, образ, образ, допустим, ограждения, как в древности города строились. Древние города, они имели стену, толстую стену. Это был вал из камней, и он оберегал город. За пределами этого города могли быть враги, могли быть дикие звери, могла постерегать опасность, но в городе бегали дети, в городе было много смеха, свадеб, в городе не было напряжения, потому что огромные толстые стены ограждали этот город. Также, разумеется, в город были ворота. Ворота были очень прочными, очень мощными, массивными. Несколько человек их могли сдвинуть с места, закрывали их. Огромные, тяжелые, кованые, железные засовы. Закрывались эти ворота в определенное время. Твоя проблема, если ты оказался за воротами, город на ночь закрывался. Все. Это его безопасность. Люди спокойно спали, город закрыт. Когда речь идет об ограждении, об ограждении, слышите, да? Об ограждении твоей жизни. Сейчас я говорю просто с тобой. Или говорю о себе. Есть моя жизнь. И мне важно оградить эту жизнь. Жизнь моя духовна, жизнь моя физическая, жизнь моей семьи, моего дома. Я глава этого дома, я хозяин этого дома. Что такое ограждение моего дома? Истина. Как это? Я ограждаю свой дом истиной. Истина ограждает мой дом. Сама истина. Она просвещает мои очи. Я поступаю, разумеется, по истине. Я поступаю по истине. Заметьте, когда войска подходили к таким городам, они никогда не пытались разрушить стены. Это невозможно. Потому что только Иерихон единственный вошел в историю, потому что только Бог мог разрушить такие стены. Никогда люди не пытались разрушить стены. Это почти что невозможно. В основном пытались разбить ворота и ворваться в город. Ворота в крепость моей души – это мой разум. Это мой разум. И, как правило, ворота открывали изнутри. Открывали предатели. Открывали свои. Либо хитростью это делали. Хитростью. Сегодня наша тема, она говорит об идеологической войне. Самая тяжелая война – это война идеологической. Так называемая холодная война. Дьявол никогда не будет сражаться с истиной. Забудьте об этом. Дьявол никогда не будет сражаться с истиной. Это бесполезно. Это настолько мощные стены, что их никогда не пробить. Об этом знает Господь. Об этом знают ангелы. Об этом знают демоны. Об этом знает дьявол. Это бесполезно – воевать с истиной. Но есть разум, есть человеческий разум, и разум может оказаться неверным, разум может тебя предать, как хочешь, хочешь на меня обижайся, хочешь не обижайся, а я считаю, разум может человека предать. Почему Библия говорит, что разум верный у кого? У всех соблюдающих заповеди его. Скажи аминь на это. У кого верный разум? У человека, который полагается на разум свой? Нет, не полагайся на разум свой. Библия прямо говорит, как для первоклассников, да? Не полагайся на разум свой. Надейся на Господа, не полагайся на разум свой. Разум может тебя предать. Какие мы знаем истории из древности, да? В истории существовали самые разные ситуации, когда предатели открывали ворота для врага. Когда троянский конь, я где-то читал одну из версий, опять же версий, что греки, которые не смогли взять город Трою, они сделали троянского коня, и это было, ну, как бы в то время символизировало вознаграждение такое, символизировало признание их непобедимости. То есть это был символ победы, символ мужества. Разумеется, кого? Троянцев. И вот получается, что когда троянцы увидели, что враги ушли, и они вышли за пределы города и увидели огромного троянского коня, они очень возгордились. Почему? Они поняли, что враги, даже враги, прославили их мужество. И они что сделали? Взяли подарок у врага. Что они сделали? Взяли подарок у врага. С каких пор враг дарит тебе подарки? С каких пор враг отмечает твое мужество? С каких пор мы ведемся на эти хитрые уловки? Я знал одну женщину, ее уже нет в живых. Мы еще жили на Украине, и она была подростком во время Великой Отечественной войны, когда немцы пришли в Украину, пришли на территорию Кровурога. Моя бабушка по отцовской линии очень много их и кормила. Они жили у нас в селе, и молоком поила. Много было разных историй, и она, эта женщина, я часто у нее просиживал дома, перед тем, как мы уехали в Соединенные Штаты жить. Она рассказала самые разные истории. И вот опираясь на ее рассказ, я повторю одну такую историю, говорит, однажды солдаты немецкие, всегда дети бегали, смотрели технику, там, мотоциклы, танки, они ж пехота, да. И дети были, много детей. И один солдат немецкий достал конфеты. Это был такой, говорит, горошек, очень твердый, его трудно было раскусить, но сладкие конфеты. И он угощал детей этими конфетами. И, говорит, когда дети брали эти конфеты, кое-кто толкал друг друга, ты что, у кого ты берешь конфеты, ты что делаешь? Но дети, война, сладости. Дети понимали прекрасно, кто эти люди. Может быть, эти люди убили его отца, может быть, эти люди убили его дедушку. Но это конфеты. И дети брали эти конфеты, и пытаясь их раскусить, когда разламывалась эта конфета, внутри был капсуль. Этот капсуль взрывался и выбивал зубы, рвал губы у детей, язык, полон рот крови. А немцы хохотали, смотрели на это все и просто, грубо говоря, ржали. И ты вот вдруг понимаешь, да, что этот человек враг, который убивает твою страну, который не скрывает того, что он враг, который мечтает тебя поработить, сломить тебя, но он угощает тебя конфетами. И ты ведешься на это, и хочешь этих сладостей, ты их берешь. То есть, в чем состоит вот эта идеологическая война? Она началась еще в Едемском саду. В чем она состоит? Бог сказал Адаму возделывать и охранять сад. Охраняй сад. Охраняй. Но если это рай, если это рай, зачем его охранять, если нет грехопадения? Но если Бог сказал, охраняй, значит охраняй. Значит, есть опасность оберегать свой рай. Тем более сегодня. Я вот так задумался, да, а что такое рай? Что он собой представлял в то время? Мы часто думаем, ну рай, это, наверное, вот там, ну такие птицы красивые, диковинные, разные животные, разные ботанические деревья красивые. И вот это, наверное, рай. И вот художники его рисуют, вот эта чистая природа, экологически чистая вода. Наверное, вот это рай. Я верю, что рай – это состояние духа. Рай – это гармония с Богом. И Бог говорил Адаму и Еве, охраняй рай. И предупредил его. Вот дерево познания добра и зла. Не просто предупредил, заповедал Господь Бог. Не вкушай от него. Потому что в день, который ты вкусишь, ты смертью умрешь. Но это сказал Бог, хозяин, творец, отец. А враг, который притаился возле этого дерева, враг, который притаился возле этого дерева, а он притаился именно возле этого дерева, только возле этого дерева. Потому что, если и можно было разрушить человеческую жизнь, если и можно было проломить ворота, в крепость человеческой души, то только через нарушение заповеди. А заповедь была только об этом дереве, и все. Потому была одна только возможность для врага разрушить человеческую жизнь. Это так сделать, так спровоцировать человека, чтобы он нарушил заповедь. Потому, слушайте, я уже тороплюсь, время вышло. Грех берет повод от чего? От чего? Кто может мне помочь? От заповеди. Всегда. 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 Формула, модель одна. Всегда. Взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание и умертвил ею, чем заповедью. Как это работает? Он начинает ставить под сомнение, подлинно ли сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог. Подлинно ли говорит твой синодальный перевод. Подлинно ли ты понимаешь вещи. Нет, не умрете. Он начинает оспаривать истину. Он начинает ставить под сомнение элементарные, базовые заповеди, которые мы должны знать всегда и соблюдать. И человек начинает метаться. И смотрите, что происходит. Я знаю таких людей. Много. Вы знаете таких людей. Сегодня человек говорил об этом. Сколько несчастных христианских семей. Послушайте. Когда человек верит, что щит и ограждение – это заповеди Господни. Смотрите. Когда Адам и Ева стоят возле этого дерева, и Ева верует, что нет. Заповеди Господни – это ограждение моей жизни. Она чувствует себя, как маленькая девочка в этом мощном городе, закрытой плотными стенами. Она так рада. Она так благодарна, что вообще эти стены есть. Что эти заповеди есть. Что Бог ее оградил, защитил. Но как только эта подлая мысль начинает проникать в ее сознание – нет, не умрете. Вы будьте как боги. Бог от вас что-то скрывает. Настоящая жизнь. Там, за пределами этого города. Там интересно. Посмотри, как там люди веселятся. Посмотри, сколько там интересного. Ты узкий. Ты тупой. Ты ограничил себя. Ты все еще веришь в эту ерунду. Ты все еще верный. Ты все еще христианин. Ты все еще тверд в непорочности твоей. Ты все еще омываешь руки свои в невинности. Ты все еще оплакиваешь вот эти мелкие всякие поступки. Сожалеешь, что ты это сделал. И просишь у Бога прощения. Ты все еще подвергаешь себя обличениям всякое утро. Посмотри, как другие люди живут. Ты себя сжал. Ты себя сограничил. Ты себя слимитировал. Какая нудная и скучная у тебя жизнь. Посмотри на других людей. И вдруг, вдруг, твой разум начинает тебя предавать. И вдруг ты чувствуешь, что это не просто стены, которые тебя ограждают в заповеди Господне. А ты чувствуешь, что Бог тебя бросил в тесный колодец. Узкий, каменный. И ты сидишь в этом колодце. И там наверху смеются люди. Там праздник. Там интересно. Там играет музыка. Там жизнь. А ты здесь сидишь. Тебя просто предал Бог. А на самом деле тебе предает твой разум. Что ты делаешь? Ты открываешь дверь. Жена, прельстившись, впала в обольщение. Или впала в искушение. Она протянула руку. Увидела дерево. Вожделенно. Желанно. Плод вожделенен. Дает знания. Человек протягивает руку. И погибает. И погибает. Мне бы очень хотелось сказать сегодня многим людям. Кстати, не только молодым. Но и старшим людям. Заповеди Господни. Это щиты и ограждения нашей жизни. Во всех сферах. Во всех. Во всех. Во всех сферах. Пусть я буду выглядеть узким. Пусть я буду выглядеть традиционным. Пусть я останусь один. Пусть. Но заповеди Господни нельзя предавать. Слово Твое сокрыл я в сердце моем. Чтобы не грешить перед Тобою. Господи, я доверяю Твоему слову. Больше, чем своему разуму. Я не полагаюсь на разум свой. Господь заповедал Иисусу Навину. Да не отходит сия книга закона. От уст Твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Дабы в точности. Исполнить. Тебе все. Написанное в ней. Тогда. Ты будешь благоуспешен. Во всех. Предприятиях Твоих. Во всех путях Твоих. Дабы в точности. Дабы в точности исполнить все. Что в ней написано. День и ночь. Ты изучаешь ее. Ты исследуешь ее. И чтобы в точности исполнить. Знаешь, можно не точно соблюдать. Ну, не точно. Саул идет на войну. Борется с филеистимлянами. Возвращается домой. Самуил приходит. Говорит. Что это я слышу? Он говорит. Овец. Он говорит. Разве Господь тебе не сказал? Ты не соблюл. Ты не соблюл. Он говорит. А Саул? Почитайте его. Саул в недоумении говорит. Как я не соблюл? Я пошел в путь, который Господь меня послал. Ты же мне сказал пойти в путь и разрушить Амалик. Я пошел. Нет, говорит. Да, ты пошел. Но ты пренебрег голосом Господа. Ты не в точности. Ты не послушен. Ты не покорен. Смотрите, он говорит. Послушание. Непокорность. Непослушание. Противление. Он выделяет три греха в ситуации Саула. Противление, непокорность и непослушание. Противление, непокорность и непослушание. А тот недоумевает. Я же пошел в путь. Я же соблюл слово Господа. А он говорит. Нет. Потому я считаю, что это очень, очень сильно. У меня несколько лет в офисе висела эта фраза просто на стене. Она врезалась в мой дух, в мое сердце. «Начало мудрости, страх Господен, разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его». 110-й Псалом. Я хочу оставить каждого человека с размышлениями на этот текст Писания. «Начало мудрости, страх Господен, разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его». Не начало спасает, а конец. Кто-то дойдет до небесных врат. Дойдут чистые сердцем. Независимо от их образования, независимо от их опыта, независимо от их конфессии. Дойдут люди простые, которые доверяли Господу и которые соблюдали заповеди Его. Аминь.